приветствую зрителей подписчиков моего канала это канал алекс and play мы продолжаем играть мод кайзердук с кайзерых экспэншен за соединенные штаты америки за хью лонга все как обычно в общем из американского союза мы стали соединенными штатами снова вернули наше официальное название нашей страны вот ну и сейчас будем дальше продолжать восстанавливать нашу страну мы наконец практически практически администрация национального национального восстановления проводим практически экономику восстановили до маленькие дебафы остались но и сегодня мы постараемся таки политическую нестабильность все-таки убрать изначально нам надо это сделать то чтобы не было проблем тоже с экономикой мы практически уже закончили остается только отряды гражданских помощников организовать администрацию безопасности ферм создать также или электрификацию сельской местности привести но и останутся также инфраструктурные усилия гранты для регионов хотя ну вот да тут мы уже начнем политическую тоже стабилизацию проводить вот возможно хотя вряд ли наверно мы выйдем уже в совершенную демократию но попробуем попробуем ладно сейчас данный момент мы помогаем ферме что ж желаю вам приятного просмотра мы начинаем субсидии фермерам мы можем спасти простого фермера с помощью правильной инъекции старых добрых американских денег правительство теперь будет субсидировать фермеров чтобы они не теряли деньги выращивать товары которых нуждается америка и удваивали закупки излишков товаров для накопления в процветающие времена прекрасно давайте возьмем будем улучшать нацдух смешанной экономикой ну и также да давайте еще восстановим тут восстановим тихоокеанское побережье давайте его восстановим администрация безопасности ферм дольщики и фермеры являются значительной частью нашего электората особенно на юге должны учредить программу кредитования с минимальными процентными ставками для фермеров которые занимаются рекультивации земли особенно для тех из них кто занимается этим старым стальном поясе но тут мы получим фабрики инфраструктуру неплохо также еще обращусь обращусь к тем кто говорит что ты все-таки воссоздал сша и все таки надо участвовать в войнах надо все-таки делать какие-то вылазки по миру укреплять наш авторитет воевать друг с некоторыми странами гегемонию создавать но смотрите ребят во первых это единственное прохождение где я планирую не воевать именно по своей воле если допустим мексика мексика может напасть пересечь риогранда может мексика может потребовать у нас территории и вот тогда если она потребует а мы естественно я скажу и нам объявят допустимо на войну мы тогда мексику уничтожим и центр америку тоже что тут леваки под боком вот их мы может быть и уничтожим на самом то деле просто лонг он действительно изоляционист он не империалист не какой-нибудь там милитарист он все-таки изоляционист поэтому логичные пойти в изоляционист потому что эта часть его компании все таки так или иначе поэтому сами воевать мы ни с кем не будем кейнсианская экономика правительство должно обеспечить чтобы американский народ никогда больше не страдал так как во время великой депрессии неспособность гувера спасти экономику почти разрушил сша поэтому последуем пример экономических прогрессистов приняв рекомендации джойна мейнарда кейнса использовать более мягкую налогово-бюджетную политику в качестве инструмента борьбы с безработицей будет звена идея смешанная экономика на идее кейнсианская экономика но неплохо неплохо тут я думаю что это хорошо это очень даже хорошая экономика у нас будет так теперь давайте восстановим запад восстановим запад отряды гражданских помощников урон нанесенной америки колоссален чтобы ускорить восстановление страны претест предлагает создать госорган который будет направлен на добровольцев общественные на общественной работы который бы направлял добровольцев на общественной работы извиняюсь вот прекрасно это тоже хорошо распределение богатства промышленные магнаты слишком долго грабили наш народ свете этого мы решили ввести новый предел благозастояния это позволит более справедливо распределять богатство это может даже помочь нашему малому бизнесу процветать это разозлит богатых но мы приветствуем их ненависть будет добавлена идея кепка богатства забавно тут конечно и дебафы есть максимальная эффективность производства минус 8 что неприятно конечно эффективность производства минус 6 темп исследования минус 3 процента но может быть конечно все это будет улучшаться да не улучшаться тут особо это не будет хотя вот здесь от нормально вроде будет хотя с уж нормально потом все изменится в начале такая не очень приятная вещь есть но возьмем так казначейство требует контроль за движением капитала поскольку становится ясно что лонг твердо намерен реализовать свои планы разделяя наше богатство многие обеспокоены тем что многие богатые люди несмотря на то что только что были спасены от социалистической революции все равно попытаются бежать из страны своим богатствами уже сейчас казначейство налоговая служба и министерство внутренних дел сообщает разговорах о переезде из страны умоляют нас вести контроль за движением капитала который затруднит выезд из страны были выдвинуты два плана один из которых устанавливают лимит на то сколько богатые могут вывести за границу другой облагает налогом иностранные инвестиции и заставляет те кто переезжает новую страну платить сбор который поглощает почти все их богатство гарантирую что они скорее всего это не сделают так так даже не знаю можем ограничить перемещение богатство для богатых жесткое либо либо жесткое налоговое обложение и сборы даже не знаю что тут сделать так ну блин сложно сложно ладно давайте возьмем второе просто некоторые свалят да и все страны не страшно возьмем это ну и теперь давайте восстановим восстановим аляску электрификация сельской местности энергосеть соединенных штатов деградировала до уровня 1910 года это не по-американски мы должны убедиться что наши граждане будут своевременно осведомлены о новой славе нашего государства получим два бонуса на 55 процентов к исследованиям для электроники неплохо неплохо а тут трансамур по захватывал территории григорий семенов там сидит но он японская шавка как оказывается да уж интересно интересно все это выходит может быть и российскую советскую республику уничтожит также мы хоть и не будем воевать но мы отправим туда ленд-лиз отправим но потому что мы больше дружим будем дружить с канадой так или иначе поэтому я решил отправить ножка ленд-лиз канаде вот вы видите на экране что я им отправляю почему бы и нет просто помочь будем ленд-лизом помогать также давайте французам поможем им тоже я отправлю ленд-лиз так ну и вот столько вот столько мы отправим франции только франции отправим все больше пока нам хватит больше никому помогать не будем только вот двум странам пока поможем с ленд-лизом поддержка бедного населения теперь президент внес конгресс законопроект о предоставлении надбавки за усадьбу в размере одну треть среднего достатка гарантированный годовой доход в размере 2000 долларов сша и пенсии по старости готовы быть распределены среди лояльных американцев тех пор пока не будут внесены надлежащие изменения в налог на прибыль эти льготы будут поступать из национальной казны ну окей неплохо неплохо инфраструктурные усилия технологии быстро меняют наш мир автомобиль становится основным средством передвижения для многих людей мы должны приспособиться к этому давайте построим наши дороги и мосты чтобы удовлетворить этот новый спрос и создадим национальную систему автомагистрали вот это классно какие тут бонусы вкусные нам дают класс архиепископы ищут поддержку воспринимая лонга как полезного союзника в борьбе с кланом и социалист на да мы уже с ними разобрались чё ты говоришь многие архиепископы приходят к дистрибуционизму лонга после того как ранее враждебно относились к влиянию чарльза кофлина среди католического населения и наиболее заметным из них является архиепископ эдварда лоис муни который теперь открыто поддерживает режим лонга частном порядке архиепископ желает увеличить финансирование католических епархий чтобы лонг одобрил дружбу с католическими странами чтобы католическим иммигрантам было легче стать натурализованными иммигрантами однако сторонники кофлина все еще находящиеся в пв не желают никаких подобных соглашений считая что лонг должен сделать это без их одобрения поскольку от не относятся к лирикалу с подозрением на то что он не одобрил их раньше однако архиепископ обещает лонгу усиленную поддержку если он согласится ну блин даже не знаю ладно давайте согласимся эти согласимся делиться богатством пришло время заплатить богатым которые помогли ввергнуть америку в гражданскую вагаль войну никому не будет позволено накапливать более чем в 300 раз больше годового национального дохода доходы ограничиваются одним миллионом долларов а наследство 5 ночи 5 миллионов долларов президент лонг докажет газетам которые судили его неправильно так вот давай гранты для регионов иногда местные власти знают куда лучше всего потратить свои ресурсы гранты штатов доверят губернаторам и правительствам штатов верным нашей республике решать как им восстанавливать те отрасли которые лучше всего подходят им кто нуждается в наибольшей поддержке да давайте это сделаем будет изменена идея восстановления политической нестабильности немножечко улучшены еще результаты план таунсенда в план фрэнсиса таусенда по искоренению бедности по старости с помощью щедро пенсионной системы уже давно является частью платформы лонг и теперь будет принят национальный налог с продаж поможет профинансировать подарок в размере 200 долларов каждому пенсионеру старше 60 лет которые они должны потратить течение месяца для стимулирования экономики окей неплохо неплохо великая армия республики организация времен первой американской гражданской войны призванная представлять интересы ветеранов находится на последнем издыхании поскольку ветеранов осталось мало однако мы можем возродить эту организацию путем вступления в нее недавних ветеранов второй гражданской войны предоставил общество с внутренней помощью организации средством легкого донесения их интересов а нам новых союзников да конечно давайте стабилизация политической сцены у нас уже теперь будет неплохо . хорошо же практически восстановились образование в массы по всей этой великой стране миллионы детей борются за то чтобы вернуться к нормальной жизни однако их ждет будущее не лучше чем у их родители без образования президент лонг одобрил законопроект который конгресс ускорил чтобы восстановить школы и вновь открыть колледжи для нуждающихся американцев будет добавлена идея пулистское образование что даст темп исследований плюс пять процентов неплохо признать филантропов хотя многие представители богатых слоев населения выступают против усилий американского союза по перераспределению товаров даже в рамках капиталистической экономики они американ усилий америки превыше всего по перераспределению богатств товаров даже в рамках капиталистической экономики есть и те кто сохраняет нейтралитет в этих дебатах мы должны поговорить с ними о пожертвованиях, на благотворительность и наградить их медалями за это, чтобы они могли подать пример другим людям, имеющим средства для пожертвований. Да, неплохо. Банки для Америки. Давно пора принять популярный план контроля за банковским делом. Будет создан центральный банк, который будет контролировать банковскую отрасль. Советом директоров, избираемым непосредственно народом. Должностные лица местных банков также будут напрямую избраны для контроля за частями своего банка, которые не были напрямую переданы центральному банку. Банкиры будут делать то, что им положено, управлять банками и ничего больше, пока люди решают остальное. Окей, окей, почему бы и нет. Опа, сибирская армия движется на запад. Интересно, интересно. А, братство Евразии создается, нифига себе. Ну все, московскому пакту конец. России конец тут придет. Забайкальский союз тут. Он, кстати, перестал быть марионеткой Японии. Япония дала ему возможность быть не марионеткой. А монгольский ханство наоборот стало марионеткой Забайкальского союза. Ну все, конец левакам в России. А, вот тот хитрожопый. Смог помириться все-таки, все-таки помирился с Монголией. Не стал продолжать войну. Ладно, ладно, посмотрим, насколько долго этот мир будет. Забавно, забавно прям. Только начали воевать, потом в России подумал, наверное, ну... Ну нахрен. Лучше уж я буду в мире жить. А, нифига! Это Забайкальский союз, это марионетка монгольского ханства. Ни хрена себе! Жесть! Это, конечно, жескач. Жескач. Но если уж марионетка, тут надо хотя бы территорию подровнять. Потому что Монголия-то претендует вот на эти земли. Как мы видим. Это очень странно, что... Монгол не забрал эти земли себе. Забавно. Конечно, все это получается. А, ну это вообще все. Вообще претензии есть у монголов. Забавно, подожди. Ну давай еще я отдам. Типа монгольского ханства вообще претензии тут на это все. Мне просто интересно, что будет. Если он потом опять сделает своей территорией марионетку, то уже пускай будет так. Ну вот такую вот он марионетку. Я тут подправил территорию Трансамуру. Будут эти земли под Кольское ханство. Ну, в принципе, себя забрала. Вот на это она точно претендует. Поэтому я вот так вот отдам. Ну, потому что нелогично прям всю эту территорию отдавать Трансамуру. Такую огромную марионетку делать. Закон об иждивенцах и инвалидах. Основываясь на старом законе о гражданской войне, в общем, правительство настаивает на возрождение закона об иждивенцах и инвалидах, который обеспечит федеральную пенсионную помощь ветеранам-инвалидам в дом погибших ветеранов. Это необходимые реинвестиции в тех, кто больше всего зависит от нас, которые не позволят им попасть в нищету. Наследие основателей и священописания. Когда наши основатели разгласили независимость, это было от британской королевской власти. Теперь мы должны бороться с экономической королевской властью. Дни отдыха для рабочих и национализированных железных дорог расширят возможности людей в борьбе с экономическими баронами. Вот так вот. Неплохо. План Таузента изменится на наследие основателей и священное писание. А вот Россия замирилась с Японией, но пошла на запад. Пошла на запад. Против третьего интернационала воевать. В принципе, дивизий у него есть. Посмотрим, как вообще будет. А вообще Германию могут так-то и разгромить. А может быть и нет. Очень будем следить за ситуацией. Второй вельткрик расширяется. Департамент общественной безопасности. Департамент общественной безопасности не только обеспечит работы потенциальных государственных служащих, но и поможет регулировать промышленность и потребительские товары, чтобы они были более безопасными, вознаграждая налоговыми и льготами тех, кто лучше всего соблюдает требования. Мы сделаем все возможное, чтобы сократить количество несчастных случаев на производстве. Будет убрана идея стабилизации политической сцены. Прекрасно. От этого мы наконец-то избавимся. А Россия-то вступила в третий интернационал, оказывается. Поэтому она стала воевать с Германией. Ну интересно, интересно. Но Италия, оказывается, воюет не только против Астрии уже. И тут Польша, кстати, вступила в итальянский блок. Но и Германия теперь воюет с итальянским блоком. Интересно. Конечно, тут расклад. Интересная ситуация в мире происходит. Каждый человек – король. То, что начиналось как мечта, а затем было взято из мотивационной книги Орресона Суэта Мартина «Каждый мужчина – король», теперь стала политическая реальность. Благодаря нашим налоговым ставкам и общественному контролю за ценами коммунальных услуг, каждая семья может гарантированно получить минимальный гарантированный доход на жизнь, что, наконец, положит конец бедности в Соединенных Штатах. Неплохо, неплохо, прекрасно. Ещё больше бонусов мы получаем. Ну и, наконец-то, мы избавились от дебафов. Это хорошо. Можно даже портрет. Так, вот так вот наденем шляпу и очки. Мне кажется, это очень достойный, колоритный портрет. Так сказать, очень даже, так скажем, актуальный портрет, что, типа, никаких проблем нет, от дебафов избавились, и теперь можно приодеться и очки, и шляпу надеть. Программа «Работа для ветеранов». Ветераны ещё не имеют работы, отчасти из-за отсутствия возможностей. Наши рабочие программы будут переобучать ветеранов, чтобы они могли лучше выйти на рынок труда и субсидировать эти рынки. Ветераны должны жить достойно, а не в нищете. Прекрасно. Берём данный великолепный фокус. Ну и давайте добьём всё-таки ветку восстановления. Уже до конца остался последний фокус. Процесс восстановления выявил реальные идеологические причины, по которым Гувер был не способен исправить проблемы экономики. Более мудрый подход к их решению позволил нам избавиться от пустозвонов и болтунов, в то время как наш ВВП растёт, а американский уровень жизни только растёт и даже превысил довоенный уровень. Прекрасно. Великолепно. Ну, какая ситуация на фронтах Третьего интернационала Германской империи, на фронтах Второго Вельткрига? Ну, балтийское герцогство капитулировало. Только что было сообщение. Ну, тут просто части Латвии в Курляндии осталось. Армия немцев там и союзников Респакта, но так-то он капитулировал. Финляндию тоже разгромят в скором времени, потому что здесь в Скандинавии доминирует Третий интернационал, Норвегия в Третьем интернационале, и Швеция в Третьем интернационале. Поэтому по ходу, по ходу, я так думаю, Германии придёт конец. В Европе победит Итальянский блок и Третий интернационал. Потом, скорее всего, война будет между Третьим интернационалом и Итальянским блоком, потому что вот эта вот Италия Южная захочет объединить Италию под коммунизмом. Дальше, скорее всего, Третий интернационал, к сожалению, пойдёт на Антанту, победит, точно, я уверен, победит Португалию, возможно, Ирландию. Ну и потом, после этого уже начнёт громить Антанту, мне кажется, к сожалению. Но такова реальность. Отлично, мы закончили наше восстановление. Ну, дальше, пока мы не будем тут качать армию, нам армия особо не нужна, потому что воевать не будем. Авиация, флот нам тоже не нужно. Снова на мировой сцене, но это чуть позже мы сделаем всё-таки. А пока давайте всё-таки докачаем ветку Лонга до конца. Ну, скорее всего, вряд ли мы сегодня её докачаем. Но... В следующей серии, значит, докачаем. Ну, начнём хотя бы. Последнюю ветку Лонга. Открыть нефть. Мы, наконец-то, можем свергнуть Стандарт Оилл, компанию, которая решила встать на сторону Маккартера и олигархов над народом. И контроль на нефти будет национализирован, и управляться американской нефтяной компанией. Государственные корпорации, в тремя как и другие нефтяные компании, будут разделены и, соответственно, облагаться налогами системы правосудия. Прекрасно, получим нефть и политвласть. Вознаградить за лояльность. Критики закона справедливо заявили, что у чиновников не было стимула подписывать письменные показания под присягой. В ответ принимается второй закон, предусматривающий компенсацию за время, проведённое на государственной службе во время гражданской войны, которая была отложена федералистами. Конечно, для этой выплаты потребуется подписать вышеупомянутые письменные показания под присягой. Будет оба идея АПВ-машина. Ну и различные тут бонусы нам даст. Судьба Стандарт Оил. После того, как Стандарт Оил перешла под наш контроль, мы решили оставить нефть Луизиане под контролем правительства. Однако судьба остальных национальных запасов стала предметом дебатов. Некоторые хотят, чтобы мы разделили Стандарт Оил на множество компаний, а про это США просто владел их долей. В то время как сторонники жёсткой линии ВПВ предпочли бы, чтобы мы просто сохранили нефть национализированной и использовали средства на национальный проект. Но тут я считаю, что надо национализировать нефть. Именно вот такие природные ресурсы должны быть национализированы всё-таки. Поэтому давайте сделаем. Так. Так. Вознаградили мы за лояльность, значит, наших лояльных деятелей. Вот АПВ машина создана. Теперь давайте Американский прогресс возьмём. Газета АПВ всегда была Американским прогрессом, и сейчас нет причин останавливаться на этом. Американский прогресс будет немедленно расширен, чтобы распространить информацию отобранной президентом. Она станет популярной и станет рекордной газетой для нашей страны, изменив Нью-Йорк Таймс. Преимущества для ветеранов. Нам нужно будет оставаться в хороших отношениях с ветеранами, которые сражались за американское союзное государство, сохраняя при этом свою лояльность к государству. Мы должны увеличить пособия ветеранам за счёт прямого социального обеспечения и открыть вспомогательные учреждения для ветеранов. Ещё улучшатся бонусы от АПВ-машины. Национальная политическая машина. В прошлом исполнительные указы использовались для создания агентств, призванных служить американскому народу, до тех пор, пока это не нарушает суверенитет государства. В прошлом эта власть приводила к коррупции со стороны корпоративных интересов, однако президент не подкупен. Переломить ситуацию против монополий и взяточников – это его обещание Америки. Мониторинг выборов. Единственная сила, которая может обеспечить осуществление демократического процесса – это минитмены, которые будут развертываться каждый ноябрь для защиты избирательных участков от вреда. Они должны следить за тем, чтобы процесс голосования был безопасным для наших сторонних союзников. Следить за тем, чтобы у нас ничего не пошло не так. Тоталисты изменения популярности – 2%, синдикалисты – 2%, патроналисты – 2%, национал-популисты – минус 2%. Их и так у них популярность так-то нет уже. Народная комиссия. Вдохновленную судебными округами Луизианы, президент создал полулегальную представительную организацию под названием Народная комиссия. Народная комиссия – это беспартийный форум для общественного обсуждения, который позволит нам напрямую общаться с американским народом, выслушивать вопросы, о которых политики не будут сообщать. Давайте. Почему бы и нет. Ну и теперь все-таки мы успеем в этой серии все это сделать, поэтому совершенную демократию берем. Может, имперское президентство посмотреть просто. Тут просто партия-диалоги-патронализм будет называться. Америка прежде всего. В общем, патронализм станет популярен. После того, как предатели были искоренены и разоблачены, опрос общественного мнения теперь показывает подавляющую поддержку переизбрания президента Лонга, не сдерживаемый давлением, чтобы подчиниться или подвергнуться угрозам со стороны членов АПВ. Президент начал то, что многие называют его имперским президентством. Ограничение на два срока уважительно отменяется до тех пор, пока за дело не возьмет человек поменьше. Так. Естественно, мы берем совершенно демократию. Потому что мы всю кампанию шли к этому. Первоначальная конституция была направлена на создание идеального союза в Америке. Этот союз потерпел неудачи, а Америка умерла. Но благодаря президенту Лонгу она возродилась. Президент и американский народ согласны с тем, что конституция теперь является документом для построения более совершенной демократии. Непрекращающаяся воля американского народа, проявленная его и лидерами, выборы в законодательные органы, менее влиятельные с экономической точки зрения систем правосудия, будут преобразованы в отдельные органы исполнительной власти. Так. Национальная прогрессивная партия станет правящей. Америка прежде всего перейдет к социальному либерализму. Партия с идеологией и социал-либерализм будет называться Америка прежде всего. АПВ провозгласил свою популистскую повестку дня и в процессе прояснило, что будущее партии – это либеральный популизм, который защищает и даже стремится принять дальнейший прогрессивный подход к благосостоянию, про рабочую политику и расовую умеренность в пользу сильных. Гражданский национализм. Вот так вот. Тернаторийный демократ изменит популярность на минус 20%. Социально-либералы изменят популярность на 90%. А в Тернаторийный демократ изменит популярность на 5%. Вот так вот. Берем. Почему бы и нет? Мои выборы будут проводиться каждые 4 года. Отлично. Все произошло. Теперь мы социал... У нас идеология социал-либерализм и лонгизм. Вот так вот. Неплохо. Теперь, да, Америка прежде всего 95% имеет популярность именно социал-либералы. Ну неплохо, неплохо, что можно сказать. А, а, те же у нас министры, да? Так. Минитмены хотят отменить выступление. Получив сообщение о возложенном плане против Хью Лонга, минитмены хотят отменить его турне. Второй он собирается провести по штату Огайо. Однако это серьезно помешает его компании. А завоевание общественной поддержки может заставить его выглядеть слабым, что вызвает определенный отпор в ВПВ. Но все же большинство членов службы безопасности минитменов умоляют Лонга отменить турне, опасаясь, что основные соперники ОПВ используют его как возможность для нанесения удара. Безопасность превыше всего можем взять. Либо нет, я проведу свой тур до конца. И не буду бояться этого. Ну, в общем, на этой ноте загадочной, интересной мы закончим. Уже выберем вариант, какой правильный выберем вариант уже в следующей серии. И все уже узнаем, что будет дальше в следующей серии. Главное, что мы вышли в социал-либерализм и дошли до этого пути. Это, конечно, прекрасно. Теперь мы можем посмотреть идеологии по миру. Сейчас вот так вот. Социал-либерал. У нас теперь с Канадой будут хорошие отношения. Я думаю. В Америке только патроналисты остались. В Панаме есть социал-демократы. Это хорошо. Но есть синдикалисты и тоталисты, конечно, в Центральной Америке. Также есть национал-популисты. Но вот, допустим, наш брат, это Бразилия. Потому что там социал-либералы сидят. Так что это неплохо. Довольно-таки очень даже неплохо. Но, ладно. Спасибо всем за просмотр. Надеюсь, вам данное прохождение нравится. Не знаю, сколько еще серий осталось. Может быть, две, может быть, три. Не знаю. Не могу сказать. Посмотрим. Потому что впервые сам играю. Мне, если честно, понравилось. Мне понравился этот путь. Очень даже. Ну, в общем, подписывайтесь на канал, кто не подписан. Обязательно комментируйте. Ставьте лайки. Подписывайтесь. Обязательно подписывайтесь на мои соцсети по ссылкам в описании. И знайте, что самое интересное еще впереди. И интересное точно будет. Всем удачи и пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok